МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ленинградская симфония Шостаковича – очень яркое воплощение времени. Произведение неоднократно звучало в советских фильмах. А 14 апреля 1961 года на сцене театра имени Кирова в Ленинграде, сейчас это Мариинский театр, была впервые представлена хореографическая постановка Ленинградской симфонии. В Куйбышеве балет уже ставился в год 400-летий города. И вот новая постановка на той же сцене, где 5 марта военного 1942 года состоялась премьер на исполнении симфонии. В нацистских касках фигура оккупантов. Их настрой передает рубленые движения, словно это машины для убийств. Лишь пятеро юношей противостоят нашествию, олицетворяя величие и силу духа Красной армии. Скорбные силуэты девушек, как в Ленинграде, 30-ти градусный мороз блокады. Предатель, многократно падающий на колени, что, впрочем, не спасает его от позорной экзекуции. Казалось бы, все погружено в бездну отчаяния, но мир спасает жизнеутверждающий финал – обретение веры в победу. Старались больше наполнить свой образ, поэтому надеюсь, что у нас получилось весь этот трагизм через себя пропустить. Наполнение образа очень тяжелое, просто годы войны коснулись России очень, так сказать, серьезно, и поэтому наполнение шло, наверное, за дня два-три, настраивались, все это в голове обдумывали. Это сегодня премьера новой постановки балета Ленинградской симфонии «Ожидаемые события». В Советском Союзе в 60-е годы не любили экспериментов. Признание к хореографии Игоря Бельского пришло только после выхода спектакля. Во-первых, это балет о героической битве советского народа с фашистами. Это одна тема. Другая тема, что она может восприниматься даже шире, как просто борьба добра и зла, света и тьмы. И еще одна ценность в том, что действительно Бельский делает балет в жанре танц-симфонии, в жанре уникальном совершенно. Вечер одноактных балетов на музыку Шостаковича – уникальные события в театральной жизни Самары. Он приурочен к юбилею Парада памяти, которая ежегодно проводится на площади Куйбышева в честь исторического парада 7 ноября 1941 года. Программа рассчитана на три отделения и содержит немало новинок. Во втором отделении публике представили мировую премьеру – балет-фортепианный концерт на музыку, которую Дмитрий Шостакович написал в 1933 году. Олег Зверев, Григорий Пельшаков. События. Спасибо. Спасибо. Спасибо.